Смотрите сегодня! BULLE Scholarship Edition Это игра типа GTA про жизнь школьников Главный герой Джимми Хопкинс трудный подросток, которого постоянно выгоняют из всех школ NHL 09 В отсутствии какой-либо конкуренции, эта игра все еще остается довольно неплохим хоккейным симулятором Call of Duty World at War Дорогая, неизовлетательная игра с зачатками вариативности, рудиментарной физикой и баллистикой Огнемет как лучший аргумент для покупки Secret Service Классический шутер на прохождение, навевающий ностальгию по первой части Half-Life Всем привет! В эфире снова Фак и я Влад Лехов Фак – самая приличная передача на телевидении Каждую неделю мы рассказываем вам о четырех новых играх Оцениваем их и отвечаем на ваши вопросы по прохождению Устраивайтесь поудобнее и внимайте BULLE Scholarship Edition – это новый квест, который рассказывает нам о 15-летнем нехорошем мальчике Его мама, понимая, что надо что-то делать с воспитанием сына, отправляет его в школу-интернат На удивление игра оказалась довольно увлекательной Во время прохождения вам предстоит поиграть еще во множество маленьких игр Приходя на различные занятия в школе На первый взгляд игра напоминает Grand Chief Author Управление персонажем практически такое же Но пройти обучение все-таки стоит, так как есть свои особенности Разработчики здорово придумали включить обучение в сам процесс игры Вы просто начинаете выполнять различные задания и постепенно узнаете что-то новое В школе есть несколько сообществ – ботаники, мажоры, понтовые и качки Проходя миссии, вы помогаете кому-то из них и завоевываете авторитет Также необходимо посещать уроки два раза в день Каждый урок представляет из себя мини-игру Вам нужно выполнять различные задания, на которые отводятся три попытки Если вы не справляетесь с заданием, то получаете двойку Все уроки влияют на ваш авторитет Также необходимо спать и соблюдать дисциплину За вами все время будут следить надзиратели школы И пытаться отвезти к директору в случае нарушения порядка Игра поступила в продажу в России 31 октября 2008 года Рекомендуемые системные требования Процессор на частоте 3 ГГц 1 ГБ оперативной памяти И 256 МБ видеопамяти А также 5 ГБ на жестком диске Игровой процесс довольно интересен и необычен Миссий очень много и они очень разнообразны Есть определенная свобода действия и выбора На урок можно сходить, а можно и прогулять Значительно замедляют процесс прохождения игры и постоянные уроки Если ходить на них, то не будет времени на выполнение заданий А если не ходить, то постоянно ловят надзирателей за прогулы В остальном игра очень увлекательная Ведь всегда хочется вернуться в школьные годы похулиганить или натворить что-нибудь Бали Скуларшип Эдишн дает вам такую возможность и получает за геймплей уверенную четверку Внешне игра выглядит не очень захватывающе Игровой мир хоть и большой, но уж слишком однообразный Ходить можно не везде При перемещении из одной локации в другую происходит пауза Текстуры угловатые и плохо прорисованы Даже во время роликов заметны различные искажения Игра имеет немного сказочный эффект из-за постоянно размыленного изображения К сожалению, за внешний вид Бали Скуларшип Эдишн получает тройку Звуковое сопровождение среднее Музыка появляется только в пульминационных моментах Звуки на улице и в школе однообразны и создают монотонный шум, который быстро надоедает Три балла за звук Как бы там ни было, а покидаться в одноклассников бомбными вонючками Или пострелять из рогатки по стеклам школы А уж тем более побить одного мерзавца из параллельного класса Вам наверняка хотелось Бали Скуларшип Эдишн даст вам такую возможность Общая оценка игры — 4 балла Хоть игра и не может похвастаться сверхновой графикой или уникальными звуковыми эффектами Но сам геймплей очень интересен В какой-то степени в игре реализован РПГ-жанр Обучение происходит постепенно С прохождением квеста у вас появляются новые навыки Также есть возможность уйти от основного сюжета и делать все, что захочется Разнообразие окружающего мира и различные возможности персонажа Позволяют просидеть за игрой несколько часов подряд А сейчас ответы на ваши вопросы Первый вопрос Подскажите, как сделать так, чтобы быстрее бежать? Отвечаем Для быстрого бега необходимо зажать левую кнопку Alt А для быстрого рывка часто нажимать ее Следующий вопрос Расскажите, как выполнить задание на уроке химии и сколько на него дается попыток? Отвечаем Справа налево по экрану ползут буквы Когда они подходят к квадрату в центре экрана Необходимо нажать на эту букву, когда она войдет точно в квадрат Если вы промахнулись, то все начинается сначала Всего у вас три попытки Следующий вопрос Есть ли возможность в игре обстреливать Перфекта и Старость без вреда себе? Отвечаем Это очень просто Вам необходимо найти какое-нибудь место, куда можно залезть Сверху вас никто не достанет Соответственно, атаковать вы сможете только из стреляющего оружия Следующий вопрос Я не могу пройти миссию Битвы с ботаниками Там надо на автомате играть, очки набирать Я набрал только 400, а надо 1000 или больше Как это сделать? Отвечаем Необходимо держаться поближе к центру и не рисковать Secret Service Ultimate Sacrifice Это новый шутер от компании Caldron Релиз игры состоялся в ноябре 2008 года Основной упор разработчики сделали на реалистичность Вам предлагается роль обыкновенного телохранителя президента В качестве поля боя реальные здания, к примеру, Белый дом Тактика боя, динамичность движений и физическая модель точно копируют Counter-Strike Ваша главная задача в игре Охранять жизнь президента от посягательств террористов История начинается на инаугурации очередного президента США Вы, сопровождая избранника народа, поднимаетесь по красной дорожке к статую Линкольна И вдруг со всех сторон появляются без зубов вооруженные террористы Убив всех, вызываете вертолет для эвакуации президента Но его сбивают у вас на глазах сообщники террористов Которые с гранатометами незаметно затесались в толпе зрителей Потом вам придется разминировать бомбы размером со стол Их разместили в комнатах музея заблаговременно, не вызывая подозрений Это самое начало сюжета, чем дальше, тем больше подобных несуразностей Картину абсурдности дополняет сильно затянутая и красочная ругань по рации с начальником Все время в игре чувствуешь себя мышью, которая бегает по лабиринту и ломает откровенные мышеловки Сохранение происходит автоматически по ходу игры Но, как правило, в самом неудачном месте приходится каждый раз слушать двухминутный диалог по рации Персонаж во время разговора дальше двигаться не может Угроза этого ожидания даже заставляет сосредоточиться на игре, чтобы не умирать Системные требования к игре следующие Процессор, работающий на частоте 2,2 ГГц 1 ГБ оперативной памяти 3 ГБ на Минчестере И видеокарта с памятью 256 МБ Игровой процесс полностью состоит из тактических задач Несложных головоломок и акробатических номеров на ящиках в купе с ползанием под лазерами Враги ведут себя слаженно с точки зрения тактики Но при этом истошно вопят, предупреждая о своем приближении А самое интересное, что они не боятся гранат Под ноги кидаешь, не замечают На самом деле граната здесь почти универсальное оружие Но запас их крайне мал За геймплей 3 балла Внешне игра выглядит точно как Counter-Strike Только немного большей степень детализации Но несмотря на это, движок выдает себя квадратными формами и швами в текстуре Оружие не смоделировано Выглядит как фанерная игрушка Выстрелы и взрывы прорисованы реалистично Стенки крошатся, камни летают Но модели повреждения есть не везде За визуальное исполнение 3 балла Звуковое сопровождение состоит из выстрелов, взрывов и революционных воплей Музыка на фоне однообразная Волнительный и не в меру патриотичный марш Сделано все качественно, но быстро надоедает За звук так же, 3 балла Точная копия Counter-Strike, но в узких рамках сценария Головоломки не сложные, но однообразные Быстро надоедают В игре использованы проверенные, но безнадежно устаревшие ходы Лет 10 назад игра бы была актуальной Но в ряду с современными новинками смотрится нелепо Общая оценка Secret Service Ultimate Sacrifice 3 балла Поклонники Counter-Strike без сомнения оценят тактики игры Пальба, взрывы, тела врагов, конечно, придают жизненность процессу Но построено все слишком примитивно Реальные локации теряют свое лицо, когда персонаж начинает исполнять акробатические номера В игре есть еще много интересных элементов, но все они давно стали классическими Вопрос Я разминировал бомбы и спустился вниз Взломав компьютер, открыл ворота Но пройти по заминированному коридору не могу Всегда взрываясь в конце Что мне делать? Отвечаем Пролезть там можно, но проще подобрать гранатомет в арке напротив компьютера И взорвать мины издалека Здесь иногда встречаются секретные места, найденное там оружие часто облегчает прохождение Вопрос Я установил игру, но картинка отвратительного качества, в чем дело? Отвечаем В игре по умолчанию стоят самые низкие настройки изображения Вам всего лишь надо залезть в меню опций и отрегулировать разрешение Вопрос Как бороться с пушками, двигающимися по потолку? Три обоймы в одну выпустил, сломалось, а вторая никак, что делать? Отвечаем Отвечаем Нужно стрелять конкретно в красный ящичек сбоку от пулемета Тогда вам хватит буквально пары выстрелов Издалека попасть почти невозможно Нужно сначала подманить пулемет поближе Вопрос А как разминировать бомбу? Мне постоянно не хватает времени, что делать? Отвечаем Попробуйте собирать цель не от источника только к процессорам, а наоборот Сначала соедините все процессоры, а потом подключайте питание Смотрите далее Call of Duty Old At War Дорогая, неизобретательная игра с зачатками вариативности, рудиментарной физикой и баллистикой Огнемет как лучший аргумент для покупки NHL 09 В отсутствии какой-либо конкуренции эта игра все еще остается довольно неплохим хоккейным симулятором Смотрите далее NHL 09 В отсутствии какой-либо конкуренции эта игра все еще остается довольно неплохим хоккейным симулятором Call of Duty Old At War Дорогая, неизобретательная игра с зачатками вариативности, рудиментарной физикой и баллистикой Огнемет как лучший аргумент для покупки В который раз рассказывать похоронным голосом грустную историю о том, как Electronic Arts отказывается использовать возможности наших с вами PC Уже как-то неудобно Все это безусловно объясняется при помощи наук статистики и маркетинга Но нам от этого, к сожалению, не легче С самого начала надлежит смириться со следующим фактом PC-версия NHL 09 втор сырье Первый сорт достался владельцам консолей NHL 2009 мало чем отличается от прошлогодней серии В поисках идеального управления разработчики вновь поменяли стандартную раскладку клавиатуры Теперь пас во время атаки и переключения между игроками в оборонительном режиме подвешены на одну кнопку А это значит, что в случае неудачного сбрасывания Вы рискуете ненароком взять под контроль другого хоккеиста своей команды Забивать, как и прежде, до ней, наверное, тяжко Пробраться поближе к воротам не проблема Проблема разобраться с голкипером Он успевает реагировать даже на удары с двух метров точно в девятку И при этом отбивает их куда-то в сторону от нападающего хоккеиста Отметим, правда, что в предыдущей части игры с этим было еще хуже В первую очередь из-за того, что уровни сложности отличались не очень существенно Ныне разница действительно заметна На медиум ворторей частенько можно подловить на ошибках А полевые игроки не столь агрессивны и любят отправлять шайбу куда попало Новичкам такие поблажки будут очень кстати Системные требования к игре следующие Процессор, работающий на частоте 2 ГГц 1 ГБ оперативной и 256 МБ видеопамяти На жестком диске NHL 2009 займет 3 ГБ В геймплей разработчики добавили большей силовой борьбы И слегка увеличили и без того немалую скорость игры Одна атака идет за другой Шайбы доставляются из средней зоны на площадку соперника за считанные секунды Отдыхать практически некогда Совсем другая игра начинается после удаления игрока соперника Периодически складывается ситуация, когда классную атаку можно провести даже в меньшинстве Однако игроки под управлением искусственного интеллекта не торопятся воспользоваться выпавшим шансом В случае, когда нужно взять инициативу на себя И нанести разящий удар Противник предпочитает дождаться, когда в вашу зону Вкатится его партнера по команде И устраивает монотонную перепасовку Тройка за геймплей С графикой же вышел полный облом Кажется немного посветлел лед И стали чуть эстетичнее выглядеть и двигаться Сами хоккеисты Смотрится игра приятно и, пожалуй, современно Но сравнивать ее с консольной версией не приходится Четверка за внешний вид По звуку игру сложно отличить от телевизионной трансляции хоккейного матча А вкупе с российскими комментаторами NHL 2009 звучит еще более реалистично Пятерка за звук Разминаем пальцы, ребята Сегодня вечером мы приготовили вам классную битву Между Dallas Stars и Pittsburgh Penguins Сегодня этим парням придется туго Как ни странно, несмотря на огромное количество минусов NHL 2009 все еще остается довольно неплохим хоккейным симулятором Если вы не видели предыдущих частей, то нынешний вариант произведет на вас сильное впечатление Но, к сожалению, преданные фанаты сериала вряд ли придут от нового эпизода «Восторг» Четверку получает сегодня игра NHL 2009 Что интересно, с каждым годом серии NHL становится все более доступной и понятной нашим игрокам Так, если русскоговорящими комментаторами уже никого не удивишь То воспроизведенная в NHL 2009 российская суперлига и все 20 участвующих в ней команд Неплохой подарок к новому зимнему сезону А теперь о том, как забить и не пропустить самому Наши ответы на ваши вопросы по игре NHL 2009 Вопрос А как сделать так, чтобы мои хоккеисты подрались с соперниками прямо во время матча? Отвечаем В некоторых эпизодах действительно можно устроить драку Дождитесь, пока кто-нибудь из хоккеистов соперника заденет или прижмет к борту вашего Во время такой небольшой сварушки необходимо нажать на нужную кнопку И двое задир сойдутся в кулачном поединке Несколько ударов – из головы соперника слетает шлем Еще один боковой в челюсть – игрок падает на лед, а вас удаляют с поля Пользуйтесь на здоровье Вопрос Я ничего не понимаю Никак не могу забить гол От вратаря соперника шайбы отлетают, как от стенки Что мне делать? Отвечаем Вратари компьютерного соперника и в самом деле стоят на воротах очень уверенно Забить можно придерживая следующих тактик Во-первых, это может быть стремительная контратака, которая завершается быстрее На передаче на ход и внезапным ударом А во-вторых, гол забить можно, если хорошенько покрутить клюшки перед вратарем А потом резким тычком отправить шайбу в ворот Авторы пятой по счету части популярной экшн-серии Call of Duty обещают перевернуть наше представление об играх о Второй мировой войне Они собираются изобразить более напряженные бои с непредсказуемым исходом и более зрелищные сцены кровопролитных сражений Местность изменилась радикально Теперь нас ждет борьба против японской армии на тихоокеанских просторах Отдельная команда трудилась над улучшением сетевой части В мультиплеере будет задействована техника, а в компании друзей удастся пройти и сюжетные миссии Компания-разработчик TreyArk известна как очень талантливая и теперь уже внутренняя студия Activision Начав с инновационного симулятора фехтования Die By This World в 1998 году Они завязли в череде спортивных игр и портов на разные платформы Но однажды их выкупила Activision, сделав студию карманной фабрикой по производству игр про Человека-паука А чуть позже, после слияния с Grey Matter, команды номер 2 по производству Call of Duty Они ответственны за консольный спин-офф Call of Duty 2 Big Red 1 А также за собравший много наград, но не появившийся на PC, Call of Duty 3 Это игра, которая не уступала, а где-то даже превосходила вторую часть И которую они сделали всего за 7 месяцев Несмотря на то, что все восхищаются профессионализмом команды TreyArk всегда оставались в глазах публики вторым номером после Infinity War Создатели первого, второго и четвертого Call of Duty И сейчас ребята из TreyArk очень старались это исправить Игра поступила в продажу 11 ноября 2008 года Рекомендуемые системные требования Двуядерный процессор с частотой 3 ГГц 2 ГБ оперативной памяти и 512 МБ видео, а также 10 ГБ на жестком диске В последнее время не было ни одной игры про вторую мировую В которой бы театр военных действий хоть сколько-нибудь отличался от пробежек по Нормандии Однако TreyArk задумали нечто новое Авторы не просто заменили европейские лица на джунгли, французские деревни на бунгало, а фашистов на солдат императорской армии Они попытались создать максимум уникальных моментов для геймплея Эта игра действительно не похожа на другие Call of Duty Местами это скорее похоже на серию Вьетконг Блуждание в ночи под джунглем, смертельные ловушки, засады, все это здесь есть Конечно не все идеально в этой игре и есть много недоработок Но наша оценка геймплея твердая и 5 баллов Call of Duty потихоньку открывает для себя разрушаемость, физику и прочие радости современных технологий Появление огнемета автоматически привело к необходимости проработки физики огня Появление водоемов, появление глубинных взрывов Засад на деревьях, программирование физики веревок И все это выглядит очень приятно Наша оценка внешних данных игры 5 баллов Озвучка также очень реалистичная и качественная Снова разработчики уделили внимание каждой мелочи, каждому звуку Мы предлагаем вам самим послушать небольшой фрагмент из игры А наша оценка звукового сопровождения также 5 баллов Таков новый Call of Duty World at War Жесткий, атмосферный, заправленный адреналином на уровне четвертой части И над ним Трей Арк работали 2 года К сожалению не все получилось гладко, но наша общая оценка игры 5 баллов Call of Duty World at War Это главный синтетический блокбастер 2008 года Тут важно отметить, что это ни в коем случае не приговор и не какое-то позорное ермо Это безусловно Call of Duty, каким мы его знаем У разработчиков явно очень много денег и ресурсов Поэтому ситуации в игре сменяют друг друга с фантастической скоростью, не давая игроку опомниться И все это выглядит вполне прилично А если у вас возникли какие-то трудности с прохождением Обязательно посмотрите наши ответы на ваши вопросы по игре Первый вопрос Подскажите пожалуйста, почему когда создаешь собственный класс для мультиплеера Внизу есть еще 4, которые закрыты Что это и когда они открываются? Отвечаем Это дополнительные классы, которые открываются по достижению определенного уровня престижа Уровни престижа открываются тогда, когда вы достигаете максимального обычного уровня А потом сбрасываете этот показатель на ноль Зато получаете один уровень престижа Следующий вопрос Подскажите, сколько в игре миссий и что за режим такой Нази Зомбис? Отвечаем В игре 15 миссий и как раз этот самый режим Нази Зомбис, который будет доступен, когда пройдете всю игру Следующий вопрос Подскажите, какие есть бонусы в игре? В четвертой части нужно было ноуты искать, а здесь что? Отвечаем В этой игре нужно собирать карты смерти Следующий вопрос А в каких по счету миссиях нужно искать карты? Отвечаем Искать их нужно во всех миссиях, даже в первой Для этого достаточно просто обследовать каждый закоулок Естественно, в танковой миссии и с самолетом карт нет Рады были помочь вам в прохождении игр Меня зовут Влад Лехов, это был Фак Совсем скоро мы снова увидимся А до этого заходите в форум на сайте Муздефиств.ру Присылайте мне свои вопросы на адрес FAQ собака Муздефиств.ру Мы обязательно все посмотрим и ответим на ваши письма До скорого! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok